Да, друзья, вот такая погода. Крым заливают дожди. Сезон под угрозой. Просто под угрозой срыва. Такая погода, что море не прогреется. Холодно. Смотрите, все в курточках стоят, на остановках. Вот такие дела. Столица под дождем. Курортная столица. Я имею в виду Ялту. То же самое. Вот я о чем говорю. Зачем делать ливневки на новой дороге? Все течет. Не такой уж и сильный еще ливень идет, а оно уже все вот течет. Река. Где-то вскрыли и понимаю, почему у вас нет воды. Потому что все трубы старые вот эти, просто они дырявые. А что мы не говорим? То же самое в Ялте. Всем привет из Крыма. Привет, друзья. Из Симферополя. Да, сегодня мы в Симферополе приехали посмотреть, как здесь дела. Не смыло ли нашу дорогую столицу Крыма дождями-то? Смотрите, что у нас перед носом. Да, мы подъехали к Симферопольскому водохранилищу. Сейчас немножко подождем, сейчас чуть-чуть еще наполнится и покажем вам сверху его. В Симферополе, видите, латаются дороги. Едем сейчас по новому асфальту. Ну, я не знаю. Иногда, наверное, забывают делать ливневки. И поэтому получаются иногда проблемы. Как было несколько дней назад, когда, как я это называю, Симферополь вышел из берегов от слова совсем. Затопило. Вылился, я понимаю, конечно, дождь очень большой. Говорят, что вылилась месячная норма осадков в один день. И тут поплыло все. Не только ЖД вокзал, который обычно плывет в такой ситуации, но и на районах тоже. Затопило ТЦ Меганом, Южную галерею и даже новый медицинский центр Симашка, который недавно построился. Тоже там насосные не справились с таким напором воды и тоже затопило этаж. А вообще вот весенний и начало летнего Симферополя это очень красивое зрелище. Он еще не пыльный, он такой зеленый, сочный. Особенно вот после дождичка, как сейчас. А дождички у нас что-то часто стали. Вячеслав, что скажешь? Да... Погода чудит, не по-детски. Как бы сезон не сорвался. И в июне люди приедут. Реально вот сейчас 3 или 4 июня, да? 3, да, сегодня. 3. 17 градусов, что в Ялте, что в Симферополе. И дождь идет. И дождь идет, соответственно, море не прогреется, солнышка нет. Все сильнее и сильнее. Я надеюсь, нам удастся поснимать сверху Симферопольское водохранилище. Так сказать, Симферопольское море. Добавилось ли там водички? Потому что после такого потопа она просто обязана пополнится. Да, народ, пошел такой ливень. Прямо жесть. Мы уже запотели, что-то с Вячеславом. Не надо вытирать сейчас. Хорошо. Конечно, в данный момент проснимать водохранилище никак не получится. Надо ждать, пока дождик не тихнет. О, тут тучка меньше плачет. Едем сейчас по Севастопольское. Я хочу сказать, что, блин, погода сошла с ума. Все идут в курточках. Какие все замурованные. Под зонтами-то ладно. Но то, что вот куртка, реально холодно сейчас. Блин, 3 число, 3 июня. Весь май холодный. Мне, конечно, не знаю, как-то даже не очень приятно, как было бы, да, вот так приезжаешь ты на отдых в июне. Вроде как бы лето. А у нас говорят... Как мы в Анапу приехали. Вроде как конец мая. Ну да, та же ерунда. И дожди. Еще и в июне. Практически весь июнь обещали дожди. Вот я о чем говорю. Зачем делать ливневки, да, на новой дороге? Все течет. Не такой уж и сильный еще ливень идет, а оно уже все вот течет. Река. Поэтому потом Симферополь становится одной большой рекой. Поэтому, действительно, Симферополь говорили, да, на хранилище есть море. Вот у них море становится внутри города. Так, стоим в центре. Вот в Мин здании и главную площадь города закрыли на реконструкцию. Возле девушки Ленина будут что-то делать новое. Посмотрите, какую классную дорогу сделали в Марина. Тут всегда было убито просто. Такие ямы были. Заезд, да. Вот здесь постоянно была как, не знаю, доска стиральная с дырками, с ямами. Все объезжали, петляли во все стороны. А сейчас здесь хорошо сделали. Так, мы разворачиваемся. Едем обратно. И будем ждать, пока закончится дождь. Кстати, трубы видели? Видели трубы? Вот там вот трубы лежат. Это для чего? Для того, чтобы поменять по всему городу, наверное. Замена труб это важно. Мы в Ялте сколько вы там говорим? Говорим, надо трубы менять, потому что потеря воды. Водоканал сам говорит на 70%. Смотрите, тут уже лежат. Уже готовятся. Смотрите, какие трубы. Ой, как вспомню, как здесь вечно ездили, да? Помнишь, как только и смотришь, впереди машина поделяет, восьмерочки наяривает, да? Да, тут труба была вообще такая. Аварийная прям дорога была, можно сказать. Как-то всегда. А сейчас полностью новое полотно. Да, тогда даже не ямочное, там прям полностью полотно погнали. Так, ну что, мои любимые фонари, посмотрите. Это еще старые-старые. Я их так люблю. А? Нам главное не застрять тут в грязи, потому что все мокрое. Все реки текут, что называется. А, ты хочешь сюда? Да, мы всегда вот туда наверх становимся. Перевод на другую фонарь. Меняем маршрут. Поверь. Последний раз мы приезжали сюда 4 месяца назад. Вот прям ровненько у нас получается. Раз в 4 месяца приехали посмотреть, как тут Симферопольское водохранилище себя чувствует. Вставили все снега, как уже понятное дело, да? Все-таки уже июнь. И пошли очень сильные дожди. Несколько дней назад Симферополь прям-таки затопило. И вот теперь мы приехали посмотреть, пополнилось ли хоть немножко водохранилище. Говорят, немного наполнилось. Салгир выходил из берегов по городу, там вообще творился трэш полный. Ну, а сейчас посмотрим сверху наши обычные ракурсы, как было и как стало на данный момент. Звучит с ягодом. у нас в одном из последних видео изъял тогда мы его назвали все побежали на пляж так и было мы пошли на обзор нам так припекло что сами даже окунулись хотя это для нас не свойственно да вот именно в конце мая окунуться вот ну вот так получилось что после этого и мы смотрим на весь июнь вообще какая-то труба просто весь июнь дождя это с одной стороны конечно хорошо с другой стороны курортного сезона то люди все равно приедут но они будут расстроены понятное дело море холодное дождей жилье дорогое еда дорогая все плохо какой-то нафиг июнь это начало апреля блин какой-то заблудился у нас и май и июнь и так понимаю на ли не наливайте больше где мой тамблер дайте мне моего кофе обоги этот восхитительный термос кружка моя любимая мой бодр мурашки вышли ну а что делать ну хотя бы так выйти хоть посмотреть своим глазом ну смотрите вы сюда уже начинает заливаться потихонечку вот за этот угол да за утес так сказать потихонечку помаленечку ну вот немножечко хоть посмотрели сверху решайте сами у нас все вот как данность как есть так и показали ждали в больше часа дождь не прекращается она на свой страх и риск запустили коптер хоть для сравнения не высоко сейчас едем на аянска водохранилища посмотреть как аянска водохранилища питается она с источника аян на склонах четвердага мы туда ходили даже показывали красивое каптажное здание такое откуда как бы вытекает весь источник который попадает сюда водохранилище собственно ради него здесь и было обустроено водохранилище чтобы собрать воду с аяна также в каптажике есть труба до которого сразу воды попадают туда и идут водопровод а часть воды набирается вот в это водохранилище так что вся водичка из источника идет куда надо что там нормально все безобразие мы рискуем просто по полной посмотрите он весь мог вообще очень красиво смотрите цветет травки всякие муравки зачем ты мне сюда пьет слушайте почвы промокли и мы теперь крутим и петляем тут это кошмар нас уж только что развернуло на грязюки это трэш я говорю сейчас забор вода охранный не дает выйти не дает на дорогу выйти нас ведет справа куда-то мы хорошо посмотрите куда если мы спустились прямо к водохранилище там была такая горочка спуском бы наверно не поднялись и сидели бы там пока не высохнет все вообще кайфово по грязи ехать конечно так особенно когда негрязевые колеса прям очень кайфово да неожиданно зад несет вправо за шо ж такое уносит меня и уносит меня что творится ты посмотри у нас задние колеса хотят быстрее передних ехать тихо 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 тормозить нас вперед унесет то вправо то влево хвост если заносит вправо руль вправо а если зад наперед заносит что делать если куда если зад вперед заносит когда уже перевернулся перевернулся что тут непонятно в этом мужской логика не хватает никак а какие лужи у нас шикарный вообще пока едем хочу сказать что в ялте вообще проблем сейчас с водой нету круглосуточно идет симферополе нам расскажешь что происходит местный житель это же блогер алексид у нас гостях точнее мы у него гостях да но он как местный житель симферополе за блогер он должен обладать информацией конечно же и у него мы сейчас спросим скажи мне пожалуйста как обстоят дела вот мы недавно были открывали бештерек зуйский водозабор да обещали шоу симферопольцев будут будет вода как обстоят дела сего на сегодняшний день сегодня какое число сегодня у нас 3 3 июня лето во-первых всем привет ребят у нас последний месяц вот так чтобы не соврать воду не отключают отключают ее только когда случаются какие-то ремонты плюс насколько я обладаю информацией есть фирма которая зашла откуда-то не мне местные они взяли подряд на пять лет на замену вроде как по симферополю всех водоводов меняют на новые пластиковые водоводы в течение пяти лет как они говорят они будут менять его по всему симферополю вплоть до того что я разговаривал с ними где-то вскрыли и понимаю почему у вас нет воды потому что все трубы старые вот эти просто не дырявый как решено то же самое в ялте и все уходит большинство в новое основное количество воды просто уходит в землю и блин ну а если они в течение пяти лет сделать во-первых будет охрененно экономия во вторых я же говорю последний месяц у нас не отключаю то что в молочном была авария у нас не было как бы весь город сидел без воды по за месяц раза три дня три вообще воды не было вчера не было воды с утра и до вечера не знаю почему сегодня вода идет с проблем как бы есть но в общем как обещали да как обещали вода вода есть единство вечером где-то часов с девяти напор поменьше так днем не хватает в каком районе симферополя ты живешь я в центральном а так и слышишь люди которые на окраинах живут по окраинам не знаю но вот другой конец города если брать москальцо допустим залезка и москальцо вода есть есть кубушки рынок если брать тот же проспект победа этого феодосийское направление выезд на феодосию тоже вроде как вода есть спасибо большое за мнение да обращайтесь кто не знает алексид блогер ссылочку оставим в описании конечно же пока еще на графике у нас алушта не знаю кто мне решает этот вопрос или нет ты не знаешь надеюсь что у них все решится скором будущем но мы ждем хорошую погоду ждем солнышко хотят дождь для нас это тоже очень хорошо напитаются наши земли водой и будет нам еще дальше водичка раздаваться потом без графиков что будет очень хорошо поэтому не обижайтесь дорогие туристы отдыхающие приезжающих такую погоду у вас есть отличная возможность без жары без зноя без пота походить по нашим прекрасным музеям посетить наши пещерные города выделив конечно время когда там не будет дождя хотя пусть облачно это будет намного лучше чем ходить в жару вот а мы что делаем с вами прощаемся говори вам пока до новых встреч мы не говорим вам пока мы говорим вам до свидания пока до свидания и скоро будет новое видео ну а тут если понравилось поставьте лайк и пойдите друзья да мы будем мы будем тучи разгонять руками чтобы для вас поснимать солнечную погоду все друзья всем пока до новых встреч спускаемся с перевала на ювк даже история что с утром поднимаемся на костей лица лучше наша картина за курзуком да как красиво вот над ялтой небеса разверзлись и уже немножечко пробиваются солнечные лучи какие-то там последние уже вечерние да это ялта это ялта это ялта вау ты посмотри а кто бы сомневался в Ялте своя погода красивые пейзажи красивые пейзажи второй о away Продолжение следует...